Вот они, струи воды-то видно, вот они как идут. Видите? Это всё идёт... Во время дождей в доме 58З по улице Казанцевых настоящие ливни. Лужи образуются как в подъезде, так и в самих квартирах. А запах сырости чувствуется не только на втором, но и на первом этаже. У нас всё деревянное. Нить начинает и вздувается кое-где. Уже чувствуется хорошо. Мы сперва не могли понять, что это такое, но теперь замечаем, как дождь, так оно мокро, прям сильно становится. Кровля купеческого особняка за более чем вековую историю пришла в негодность. Периодически жильцы двухэтажки самостоятельно латают дыры. Однако такой подход проблему не решает. Несколько лет назад беячане добились того, чтобы их дом включили в программу капитального ремонта. Дальше уже через краевую прокуратуру люди доказали своё право на первоочерёдность. После состоялась встреча с чиновниками из правительства края. Казалось бы, шестерёнки зашевелились. Но как только дело дошло до определения подрядчика, снова всё застопорилось. Ни одна строительная компания не хочет браться за объект. Мы от себя сделали всё возможное. То есть получается на данный момент аукционы проходят безрезультатно. Деньги мы платим добросовестно на счёт регионального оператора. Здание течёт по всем швам, ремонта до сих пор нет. И когда он будет, никто нам не говорит теперь. А говорят больше наоборот, что его не будет. Потому что есть причины. Одна из причин, которую называют специалисты – скудная смета. Стоимость работ составляет чуть больше одного миллиона рублей. Подрядчик открыто заявляет, что заниматься благотворительностью его компания не намерена. Региональный оператор капитального ремонта уже разыграл три тендера. Но все они признаны несостоявшимися. Есть на домах максимальная стоимость, имеется в виду, за квадратный метр ремонта. А этот дом – он памятник. Здесь, понимаете, те деньги, которые собираются, и те нормативные, скажем, стоимости, акты и так далее, они к простым домам только относятся. То есть стоимость. Даже если взять, грубо говоря, просто отлив сделать у простого дома, он стоит там, ну, пусть назовем, три тысячи. А чтобы сделать отлив здесь, на этом доме, он будет стоить, ну, 15-16 тысяч. И это при том, что документация была изготовлена по заказу регионального оператора и прошла государственную экспертизу. Жители исторического памятника согласны на повышение стоимости работ и уже с июля повысили взносы в два раза. Люди считают, что без вмешательства местных и краевых властей новая крыша на купеческом доме не появится. Большие надежды бейчане возлагают на временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Уважаемый Виктор Петрович, вот на данный момент наступила такая ситуация, когда без вашего участия мы, наверное, не наверное, уже точно не справимся. Если вы подключитесь, разберетесь в этой проблеме, найдете рычаги со своей стороны, как государственная власть, представитель государственной власти, мы вам будем очень благодарны и вместе с вами сделаем очень хорошее дело, как для нашего города, так и для себя. Мы сохраним это прекрасное здание. Помогите нам, пожалуйста. Время скоротечно, и если не принять меры по спасению исторического памятника сейчас, то потом, может быть, уже поздно. Евгений Плохотин, Иван Зявлицкий. Будни.